Что вы можете по этому поводу сказать и знаете ли, где находится Давидченко? Мы будем готовы. Где находится Давидченко мне сейчас неизвестно, но я знаю, что по условиям приговора суда Давидченко должен быть в Одессе, жить дома, каждую неделю посещать инспектора по условной мере наказания. Давидченко на сегодня этот закон нарушил, его в Одессе, по моей информации, нет. На сегодня находится 50 работников спецподразделу ШТОР, 12 работников спецподразделу СОКИЛ, и 5 экипажей працовников ДАІ. На сегодня все они, слава Богу, живы-здоровы. Мы знаем, в каких местах они находятся и какие завдания выполняют. Говорить я не буду про это, потому что не имею права, это дислокация людей, но все они здоровы, все они под нашим контролем, мы с ними щоденно спілкуемся, мы максимально обеспечили всему необходимым езд и все то, что пишут в прессе, что мы не даем им тих вещей, которые им нужны, это не правда. Они все на сегодня, а особенно ШТОР, которым я опікуюсь заступником своим Доскевичем особисто, им все необходимое. У них навіть есть автономная кухня, у них навіть есть автономное электроживление, у них есть все необходимое, то, что им нужно. У них есть пулеметы, у них есть гранатометы, у них есть защит бронежилеты 4-5 категории, у них есть шоломи, у них есть все, что необходимо для того, чтобы они могли вести бойовые действия. А чи плануется ротация? А ротация проходить каждые 2-3 недели. У нас на сегодня, если взять по загальному количеству работников милиции, которые побывали в АТО, здесь порядка 200 человек.